Итак, далее вы пишете, значит, что как только заново его пролюбите, радуетесь. То есть, ваше люблю здесь связано с тем, как ведет себя мужчина. Ваше люблю здесь, если я правильно понял, находится в прямой зависимости от того, как он себя ведет. Мужчина имеется в виду. То есть, если человек ведет себя не так, как вам хочется. То есть, если человек ведет себя не так, как вы считаете инонимом, то вы его, получается, не любите и, получается, сразу у вас все. Вот. Ну, то есть, здесь вполне возможно иметь место быть проявление обид на своего отца, который вел себя, ну, вот так вот, негативно по отношению, например, к вам. Или непринятие поведения, отличного от того, чего хотите вы. То есть, здесь очень важно уделить внимание именно выстраиванию отношений, например, с вашим отчимом, допустим. То есть, как вы выстраивали с ним отношения и так далее. Вот эта условность и тот, что очередной крупный скандал, это ведь, мы уже говорили, ответственность за это только на 50% мужчины, а на 50% ваши. Значит, слышим свой адрес, значит, только упреки, то я провокатор, я все делаю, чтобы я была счастлива, а он хочет, чтобы все были счастливы. Так, ну, не очень понятно, значит, я слышу свой адрес только упреки, так, то есть, мужчина вас не принимает, вашего поведения не прислушивается к вам, но у него есть свои причины этого не делать. То есть, вы говорите, что я провокатор, так, далее, вы пишите, я все делаю, кто я все делаю, чтобы я была счастлива. То есть, вы делаете все, чтобы вы были счастливы, или он делает все, чтобы вы были счастливы. То есть, вы говорите, как бы, что я все делаю, это, по его мнению, вы все делаете, чтобы вы были счастливы. То есть, вы, по его мнению, эгоистка. А он ходит, то мы все были счастливы. Все это кто? По мнению мужчин. И чем продиктован ваш эгоизм? Опять же. Сейчас слышу ты, ты, ты. А ты что? Я чувствую себя не за принцессом. Почему? Знаете, вот у мужчины есть право определять вам претензии. Ну, определенного рода. Определенного типа. Почему вы чувствуете себя не за принцессом? Почему вы воспринимаете его слова, как бы, всерьез по отношению к себе? Может и правда это я в общем виноват? Нет. 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 Никто не виноват. Понимаете, вот искать виноватых, это самый деструктивный путь. Так же, как деструктивный путь, то, что вы делаете акцент на знаке жодиака своего мужа, что он овен и у него все вокруг виноваты. Здесь дело не в овене, не в знаке жодиака, а в отношении его к другим людям, в отношении его к себе и так далее. Если этого человека все виноваты, значит он избегает ответственности, не хочет ее нести за себя и обвинять других. Но это опять же, это его право. Это его право обвинять других. А почему вы позволяете себя обвинять? Он может не кричать на мать, на ругать ее за что-то. Так и со мной. Но она позволяла им это делать, видимо. И вы позволяете. Вопрос в том, какие мотивы у матери позволять и какие мотивы у вас. В душе хочу от него уйти. Думаю, что будет спокойнее нам с дочкой, но боюсь. Всего боюсь. Боюсь, что дочку никто не будет любить так, как он. Но вас я очень любил. Почему вы думаете, что дочку никто не будет любить так, как он? И почему вы думаете, что ей будет лучше так, как сейчас? Друзья, вы не думали о том, что любовь ваш одной к ней будет лучше, чем любовь двоих, но постоянно ссорящихся людей? Вы не думали, что вы для дочери это очень травматично, что-то происходит сейчас? Боюсь, что останутся одна, что это боитесь одиночества. Почему? Не принимаете себя где-то в чем-то? Отвергаете, бежите от себя где-то в чем-то? Кто не потянул, не потянул финансово? Ну, во-первых, муж, если вы уйдете, должен будет вам алиментов. И если он любит дочь, то он будет эти алименты платить. Алименты, как раз таки, и призваны обеспечить финансовую поддержку. Кроме того, вам обязательно не обязательно уходить именно сейчас. То есть вы можете уйти немножко позже, вот, когда, например, определитесь с тем, что вы будете делать со своей жизнью, как вы будете ее устраивать, что вы будете реализовывать, где вы будете зарабатывать и так далее. То есть постепенно, постепенно, сейчас, пока вы с мужем, нужно создавать некий такой базис. Базис для собственной независимости. И потихонечку приходить к мысли, что вы, будучи с мужем сейчас, вы от него зависимы. Вы зависимы, потому что дочку, по вашему мнению, кто не будет любить, потому что вы одна, остаться боитесь, потому что вы финансово не потянете. То есть это зависимость. А зависимость это не свобода. А не свободный человек не может быть счастливым. И дочь свою, свои детей счастливыми сделать тоже не может. Поэтому, хотя бы ради дочери, вам нужно быть счастливой. Для этого нужно подумать, что вам нужно. Но не через других людей. А именно вам. Только вам, самой. Он ее очень любит, она его тоже. Понимаешь, что уйти могу всегда, но годы идут мне 31. Так, ну, он ее может любить, и когда вы уйдете. Если он действительно ее любит, то он никуда не денется от нее. А дочь, она, может быть, и не поймет вас сейчас. Но если вы будете уверены в себе и последователя, что она вам поддон позже, скажет спасибо. Смудим, не, нормально, когда не ругаемся. Ругаемся мы часто. Ну, нормально смудим. Вот нормально смудим. Это значит не как, понимаете. Нормально смудим. Это значит, что, так, ну, знаете, я терплю. Вот, ну. Когда не ругается. То есть, когда вы не агентируете внимание на проблему. А ругается на эту проблему. У вас, у него. Кроме того, вам, может быть, для чего это ругнуть? На, вообще. Тут вы тоже, наверное, подумать. Поисследовать вашего мужа. Поисследовать вас. Посмотреть, может быть, вам нужно ругать для чего-то. Может быть, вы оба так энергию свою выплескиваете. Негатив сливаете. Это неправильно. Но если, если вы уже так привыкли, то можно использовать технику двойного зажима. Это когда люди, привычные триггеры поведения, выполняют осознанно. То есть, как будто специально. Повторяют то, что они и так делают. Он очень уберстый, все перекручивают так ему выгодно. Это его право. В том числе, вам так же поступают. Говорят, что любят меня, а мне кажется, что только слова. Так, понимаю, что уйти могу всегда, но годы идут мне тридцать один. Это мало. Вы молоды. И если вы уйдете сейчас, то в течение ближайших двух-трех лет, вы сможете найти себе мужчину, и никаких проблем у вас не будет. А дочь для серьезного мужчины сделает вас еще более привлекательной женой. Так, мне кажется, это только слова. На чем основывается ваше утверждение? Это только слова. Ведь каждый любит по-своему. Получается, что вы идете какой-то именно своей любви. Идеализированной любви. Иногда ненавижу его. Ну, ненавидится очень периодное чувство. Связано оно с тем, что человека как бы разлучают с его объектом удовольствия. То есть, муж ваш стоит на пути к чему-то, что вам нужно для удовольствия. Поэтому вы его ненавидите. Вы пытаетесь его уничтожить. Но вместе с тем, не хотите, чтобы он кому-то достался. Потому что массовое задерживание по поводу того, что он не смог это удовольствие доставить вам, и вы не переживете, что он кому-то еще может доставить удовольствие. Ну, это так вот, если немного гиперпрофировать, усилить то, что вы писаете. Но читалось, что может быть так. Ну, если мне на подсознательном уровне хорошо одной. Ну, я вам уже говорил о том, что это не так. Женщина не может быть хорошо одной. Да, она может испытывать потребность в уединении, но все равно нуждается защите. Поэтому хорошо одной, в принципе, вам быть не может. Здесь, скорее, недолюбленность, недооцененность, неуверенность в себе и страх, наоборот, остаться одной. Вот. Я не рекомендую вам читать подобную литературу, не рекомендую вам читать статьи психологические. Все это не для клиентов, не для людей с проблемами. Как понять, уходить ли мне от мужа? Это можете понять только вы, когда вы подумаете, вот для чего вам муж? Вот именно вам. Чего вы для него хотите? Именно для него, не для себя, для него. Чего вы ему желаете? Подумайте, а что вы потеряете, если он уйдет? Вот этого не будет, что вы потеряете? И подумайте о том, а является ли то, что вы потеряете, незаменимым в случае его ухода. То есть такие вещи, как... Знаете, я не буду вам говорить. Подумайте это сами. Подумайте об этом сами, и я уверен, что вы придете к определенным выводам. Если вернуть к маме, не потянуть и на ночь, а с работы и доставки, всего там проблемы, война. Ну, люди живут как-то, во-первых. Во-вторых, вы будете с мамой, в любом случае вдвоем, она может посидеть с ребенком, вы сможете поработать. Вот, а поначалу, всегда кажется, что страшно, всегда тяжело делать первые шаги вне известных. Но потом, когда проходит время, обычно наступает понимание, что это был единственный выход из ситуации. Вот. Поэтому, соответственно, я думаю, что сразу, конечно, отможно не стоит. Изменить свое поведение к нему однозначно нужно. Работать над собой, над своей самооценкой, тоже нужно. Больше внимания уделять себе, больше внимания уделять своим интересам. Раз мужчина любит дочь, соответственно, дочь отдавать мужчине на его попечение. А самостоятельно делать какие-то вещи, чтобы показать мужчине, что вы самостоятельно и что он может вас потерять. Да, это обязательно. Если не поможет, тогда вы уже, да, думаете о разводе. Но, опять же, в случае развода там раздела имущества будет, помощь будет, алименты будет, может быть, еще что-то будет. То есть, как бы, суд, он на стороне женщины всегда. И при игре в этом подходе, вы сможете, возможно, обеспечить себя даже жильем, когда однокомнатным может быть, но жильем, тогда тоже вариант. Но не все странно. Не все странно. Пока у вас идет установка такая. «Хочу, хочу, но...» То есть, у вас постоянно какие-то «но» идут. Это неуверенность в себе. Это неуверенность в себе и страх чего-то нового. Каск, который проистекает, опять же, из неуверенности в себе. Понимаете, нужно поменять свое отношение к ссорам и к его словам, но как? Перестать воспринимать на свой счет. Как принять правильное решение? Его нет. Понимаете, пока вы не свободны, пока вы не свободны, для вас нет правильного решения. Если вы будете свободны, вот повышение уверенности в себе, независимость, повышение самооценки, там, собственная реализация и так далее, личностный рост. Если вы будете более уверены в себе, вы увидите решение сразу. Потому что пока выход из ситуации вам не позволяет сделать то, что вы зависимы. Если не будете зависимы, все сразу будет нормально. Но, опять же, как я уже говорил, у вас довольно серьезная проблема. То есть, у вас не сказываются отношения с мужчинами довольно давно. Плюс у вас явно не уверены в себе. И независимая самооценка, сомнения в себе. Тут момент еще вот какой. Говоря о личностном росте. Чем вы руководствуетесь? Когда делаете выбор? Когда принимаете решение? Вот, какие у вас ориентиры? Какие у вас ценности? Лично у вас? Постарайтесь, пожалуйста, на эту тему подумать как следует. Именно вот с определением ваших ценностей. Ориентир. И в чем вы не уверены? И что не принимаете в себе? Какие черты? И почему? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!